И, конечно, нагнетается ситуация даже здесь. Deutsche Welle сегодня выпустил информацию под заголовком, что все ожидают клинча поединка между Кожарой и Кличко. Поэтому наш ментальный поединок, конечно, будет и мы будем говорить о той ситуации, которая сложилась. Сейчас ситуация в Киеве стабильная, но она стабильная, на нижней точке замерзнула. Большое упрощение все сводить к тому, какой поединок кто с кем проводит, потому что это опять впадать в ситуацию, когда СМИ и утечки, и слухи руководят процессом. Это абсолютно неправильно, абсолютно неверно. И сейчас надо поменьше лозунгов и побольше заботы о результатах усилий, которые предпринимаются украинским руководством для того, чтобы вернуть все это в конституционные русские. И когда наш друг Джон Керри выступает только что на этих конференциях, сказал, что Украина должна выбрать, с кем она, со всем миром или с одной страной, но я от кого кого, но от Керри с его опытом, с его, в общем-то, рассудительностью подобной агитки просто даже не мог ожидать. Я у него спрошу, у нас еще будет контакт, что у него было по арифметике. Такое очевидное, да, и наше геополитическое положение, наша дружба с Россией, наши хорошие контакты с Европой, это все-то преимущество. Но в нынешней ситуации это для нас оказалось большой проблемой. Мы не хотим быть разменной монетой в этих геополитических играх. Это нас унижает, это обижает весь украинский народ, поэтому мы хотим, чтобы никто не мешал нашему стратегическому партнерству и дружбе с Россией. Но при этом понятно, что Европейский Союз, как самый большой рынок мира, он нас тоже притягивает. Это очень естественно. И мы не отказываемся от европейской интеграции. Я думаю, что рано или поздно европейская интеграция будет совпадать из пространства безопасности, которые мы на ОБСЕ имеем. Я в этом не сомневаюсь. Но все это должно быть вне пределов действительно вот таких подковерных игр, которые нарушают главные принципы международного права и которые действительно унижают украинские народы. Полностью с вами согласен на необходимости поддерживать отношения в рамках всего евроатлантического пространства. Об этом говорится и в документах ОБСЕ. На это нацелена начатая при украинском председательстве в ОБСЕ программа «Хельсинки плюс 40». И говоря такие красивые слова, подписываясь под высокими принципами, действовать иначе на практике, по-моему, контрпродуктивно. Мы стратегические партнеры с Евросоюзом. И мы тоже не хотим, чтобы какие-то были закулисные маневры, которые разыгрывают старую карту либо с нами, либо против нас. Это абсолютно мышление прошлой эпохи, которая должна уйти навсегда в историю, а лучше в небытие. Но мы активно поддержали предложение украинского руководства, сделанное какое-то время назад, о необходимости трехсторонних консультаций. Украина, Россия, Евросоюз. До сих пор считаем, что это очень разумная идея. И обсуждали ее на саммите России и Евросоюз в Брюсселе. У нас есть ощущение, что у партнеров, с которыми разговаривал президент России Владимир Путин, растет понимание необходимости перестать возводить искусственные барьеры. И искусственно делить это огромное общее пространство ОБСЕ. Будем так говорить. Но пока на форуме, на котором мы с вами участвуем, звучат несколько иные прежние заявления. Украина должна сделать выбор, и выбор этот должен быть в пользу Евросоюза. Я не буду даже комментировать, потому что очевидное несовпадение реальности с тем, что пытаются выдать за реальность. И надеюсь, что после тех встреч, которые вы здесь проводите, которые проводит президент Украины с оппозицией и с зарубежными партнерами, все-таки понимание будет укрепляться, что нынешние ситуации, попытки действовать по принципу или с нами, или против нас, они будут остановлены.